На мой взгляд, нигде не уместен доклад, который ты просто читаешь с презентацией или просто читаешь с бумажки. Мне кажется, выступление должно, как я уже сказал, вовлекать, попытаться вовлечь всех участников данного мероприятия. Если вы читаете просто с бумажки, по моему опыту это неинтересно аудитории, через какое-то время аудитория начинает отвлекаться, и еще через несколько минут аудитория просто занимается своим делом. Если у вас нет визуального контакта с аудиторией, и вы этого не замечаете, потому что вы читаете что-то с бумажки, и вам кажется, что это очень интересно, все вслушиваются, но на самом деле вы потеряли эту связь. Поэтому, на мой взгляд, не нужно читать с бумажки, если это только не набор определенных терминов или там состав, химический состав чего-то, что вам просто надо перечислить, и это очень важно. Я думаю, лучше избежать и делать презентации. Я вообще даже считаю, не нужно читать или рассказывать все, что на вашем слайде, потому что есть определенные временные рамки, там, одна минута на один слайд, максимум две минуты на один слайд. Вам хочется передать очень много, большой объем информации. Естественно, вы можете указать это в вашем слайде, и люди потом, они придут за вашими слайдами, и они смогут дальше уже углубленно изучить или более широко понять, о чем вы говорили. Но, на мой взгляд, даже в этом слайде не обязательно читать или перечислять, объяснять все, что там написано. Выберите одну-две основные мысли и попытайтесь ее донести. Что важно, это решать вам. Вопрос импровизации. Это очень хороший вопрос. На мой взгляд, импровизация полезна. Я очень часто импровизирую. Однако, импровизация допускается в рамках конкретного аргумента. То есть, импровизировать все выступление – это не очень хорошее решение. Подготовить выступление, создать структуру, подготовить свои аргументы, выбрать визуализацию, которая будет явно и ярко отражать ваше выступление – это очень важно. А в рамках того конкретного аргумента по той или иной теме, в которой вы выступаете, тут, пожалуйста, мне кажется, есть место для импровизации. Но в целом надо подготавливаться. Я лично очень редко репетирую перед зеркалом. Однако, когда мероприятие очень важно и очень на высоком уровне, я стараюсь это делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова